Воспрествую, Ирина. И мой первый вопрос прямо из вашего живого журнала по поводу совещания обновленного совета. Расскажите о том, что там было и при этом, что осталось за рамками вашего поста онлайного. Поделитесь секретами. Ну, 65-62 человека. То есть он расширенный теперь совета? Он расширенный где-то на чуть меньше третий. Название осталось прежнее у него, а название не менялось. Да, в связи с гражданских правств человека при президенте Российской Федерации. Встречались в Георгиевском зале, он огромный весь в золоте, и, конечно, подавляет. Серьезно, я прям себе думала, господи, как здесь люди работают, потому что на себя чувствуешь просто... Не чувствуешь себя приобщенным к чему-то золотому, великому, парковному державу? Ну, я вот чувствовала себя придавленной. Да, имперской. Обстановка имперская. Меня что удивило, что у Владимира Путина хватило терпения. Во-первых, не было сильного опоздания. Все привыкли, но на час, на два точно. Нет, ну, там, на 15 минут, и все. И все началось там, около 4. И дальше он 3 часа. 3 часа он выслушал всех. Я бы померла. А он так слушал. То есть вы его, как это принято говорить, в благосфере троили. Да. Вот конкретно ваше предложение он принял притормозить в принятии закона? Да, нет, он предложил... Как это закон называется официальной полностью? Закон, это поправки в уголовный кодекс. Закон называется внесение новой статьи об оскорблении религиозных чувств. Граждан и так далее. То есть бытон называется о защите прав верующих. Вот так, ну, по журналисту его называют. Ну, по журналисту. На самом деле, это закон о поправках в уголовный кодекс, указ, существующий с внесением новой статьи о защите прав, о защите религиозных чувств верующих. Вы прочитали проект, и он вам не понравился? Я прочитала все внимательно, потому что я знаю, если идешь к президенту, надо быть в тексте, в материале. Он технократ страшный. Если ты не цитируешь... Это хорошо или плохо для президента? Это хорошо, потому что, ну, разговор более конкретный. Если ты факты не показываешь, статью не читал, говоришь общими какими-то эмоциями, он тебя не слышит. Я прочитала, и я поняла, что раскол. Потому что религиозные чувства не могут выступать в качестве истца. Тем более в уголовном кодексе есть статья о унижении чести и достоинства верующих по религиозным причинам, и она конкретно там до пяти лет, так что все то же самое. Здесь идет расширительное чувство. Ну, я прихожу к нам на Красный Октябрь или на Винзавод и вижу. Вот там есть одна конструкция, вы смотрите, там Мадонна с ребенком, отходите в сторону, эта конструкция уже хлам, да? Ну что, мои чувства скорблены. И теперь художнику три года сидеть. И я знаю, что в одном из регионов уже рок-оперу «Джизус Крайз Суперстар» Да, забанили. Забанили, да, ну все. И я прям так все и сказала. Я объяснила, то есть это известная, эта позиция известная в общественной палате, и резик с этим выступал, даже протодиакон Кураев, по-моему. Есть такое, да? Да, есть такое тоже, сказал, что слишком расплывчатое понятие. То есть вас поддержали? Нет, я прочитала в интернете, что есть уже такие мнения, я их собрала, и прямо, что у меня есть на кого опереться. Мне это все объяснило, и со мной президент согласился, как юрист. Он говорит, действительно, понятие юридическое неточное, вообще не юридическое. Он долго мне объяснял, что в России церковь была задавлена в Советском Союзе, и пристали не уничтожены теперь. Но он в теме. Да, и требуется особая защита, это скорее настроение в обществе и так далее. То есть очень так он проникновенно. Ну, думаю, все, мне конец. Потому что если такое настроение, сейчас скажут, ну что, нет. И вдруг закончил, прямо противоположное. Он говорит, ну, в принципе, согласен, не юридическое, и надо пока притормозить. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».